Здравствуйте, друзья! Начинаем с вами занятие по фонетике. Это наше третье занятие и не третье видео. Видео будет много, и даже в каждом уроке будет несколько видео. Это видео будет общим, но вам обязательно пригодится то, что вы уже знали до этого, потому что некоторые моменты я буду обсуждать уже на примере того, что было. Вообще о курсе. Вы уже прошли два урока, и я уверена, что у вас уже появились новые знания, какое-то понимание того вообще, как мы будем действовать, но наша стратегия будет меняться. Но самое главное, что вы должны понять, что работать нужно именно так, как я вам говорю. Потому что если вы не выучили французский язык именно с фонетической точки зрения хорошо, и говорите даже с небольшим акцентом, но с акцентом, значит что-то вы делали не так. И нужно именно обращать внимание на детали. Если вы прочитали всё, что я написала в уроках, то вы видели, что я говорила о том, что, например, все концентрируются на носовых, но носовые – это то, что очевидно. Если кто-то произносит как-то «гнусар», мы понимаем, что он неправильно говорит. И тут нам нужно с вами понять. Давайте проанализируем. Вы слышите человека, и он говорит вам слово «бонжур» или «кайе» или «щен» и так далее. Нельзя сказать, что этот человек говорит без акцента на французском. Именно поэтому я вам и говорила проанализировать видео, которые были. Когда вы будете слышать его, что-то будет не так. И наша задача понять, что именно не так, даже если каких-то очевидных ошибок нет. И, конечно же, эта цель вам кажется сейчас почти что недостижимой, поскольку вы только начинаете, многие из вас только начинают заниматься фонетикой, и вам бы хорошо бы поговорить хотя бы так, как эти люди это делают, но нет. Если уж мы с вами начали, и вы взяли за такую работу 100 уроков французского языка, давайте все делать с маленьких каких-то моментов. Потому что лично я, я допускала ошибки, приходилось переучиваться, и мы с вами так делать не будем. То есть даже если вы хорошо говорите, и вам делают много комплиментов, остановитесь, пожалуйста, курс состоит из другого. Мы с вами учимся говорить по-французски очень хорошо, чтобы не было вообще моментов, в которые можно было придраться. Такая наша высокая цель. Посмотрим, что мы с вами добьемся. Этот курс я делаю тоже впервые. Но по своим ученикам, которые занимались со мной фонетикой в жизни, я вижу, что результатов можно добиться очень хороших. Не важно, что мы с вами не будем коммуницировать, не важно, что я вас не буду слушать лично. Если вы будете в памяти задания, и поэтому у нас и временной лимит стоит, и поэтому нужно, чтобы перейти на следующий день, прислать нам ваши фотографии, вот, работ, чтобы вы видели, что вы что-то выполняете, иначе вы не перейдете к следующему уроку. Мы с вами будем работать долго, не нудно, но скрупулезно и внимательно. И я уверена, что результат будет и очень хороший, вы сами этому удивитесь. И давайте начнем. Осваивая фонетику, мы должны понимать, что мы конкретно учим. А учим мы и акустические, и артикуляционные свойства языка, поэтому мы с вами и слушаем, и учимся тому, как артикулировать, потому что нам очень важен физиологический момент передачи и воспроизведения звуков. Над чем нужно работать, чтобы звуки были хорошие? Нам нужно работать над артикуляцией, о чем всегда говорю, нам нужно работать над дыханием и над голосообразованием. Если мы будем хорошо артикулировать голосообразованием, у нас уже будет меньше проблем, мы об этом поговорим чуть позже. И есть определенные инструменты, которые нам будут нужны во время работы, в течение работы, я их перечислила в первом уроке. Это карандаш. Можно больше взять, я свой сломала. Он должен быть чистым, будем им пользоваться с вами. Вам нужно будет зеркало на ножке, вот такое вот, я его показала. Ставите его перед собой и любуйтесь на себя всегда. То есть, выполняя любые упражнения, я буду смотреть, как я открываю рот, открываю ли я рот, как двигаются мои губы, и всегда в себе буду в этом отчет отдавать. Ну, сейчас я поставила зеркало сбоку, но вообще оно должно быть напротив вас, и вы должны с собой любоваться. Ваша задача, чтобы вы полюбили свою артикуляцию, чтобы вы полюбили свою мимику, чтобы она вас не удивляла, что если вы говорите, что вы открываете рот, и вы уверены в этом. Я сейчас, например, смотрите, у меня челюсть, расстояние между зубов маленького очень, когда я говорю по-русски, по-французски, у меня лучше с этим. Над этим тоже надо работать, чтобы рот, челюсть постоянно открывались, тогда зубы будет качественнее, я чуть попозже про это расскажу. Вообще, мимика большинству людей своя не нравится. Если это не актеры, если это не люди, которые, модели, работают лицом, то большинству людей она не нравится, они не любят на себя смотреть. Наша задача — исправить эту ситуацию. Вы смотрите на себя, попросите кого-то сфотографировать вас, когда вы стоите где-то и не ожидаете, что вас сфотографируют, и посмотрите, что это за выражение лица. Если вам не понравится, надо исправлять. То есть лицо должно вызывать приятные эмоции у вас, у самих вам оно должно нравиться, потому что, представляете, нам 100 уроков нужно на себя любоваться. Именно любоваться. И вам оно должно нравиться. Если у вас на лице усталость, если у вас на лице грусть, злость или какое-то напряжение, от этого нужно избавляться, это плохие эмоции. Лицо должно быть расслаблено, какие-то приятные, может, даже эмоции выражать. В общем, над этим нужно работать. Посмотрите, что выражает ваше лицо. И вообще мы с вами начинаем думать о том, как выглядит наше лицо, чтобы мы смогли повторить лицо французов, его примерить. Поэтому я вам говорила, посмотрите на то, как у нас. У нас с вами уже было 4 видео. В одном из видео, во втором уроке, там изображали люди, что поют, но пел другой человек. Я вам сказала, сможете ли вы точно так же изобразить, потому что изображали французы. И будете ли вы так изображать, чтобы люди подумали, что вы француз? И вот мы делаем такие вещи, которые вы, наверное, раньше не делали. Этому надо учиться, и это полезно, полезно. Вам понравится вообще в жизни даже целом. Зеркало я убираю, оно мне мешает. Я себя и так вижу в камере. Дальше, какие у нас есть характеристики звука, чтобы вы вообще уже понимали. Мы об этом не обо всем будем говорить, но уже какой-то терминологии мы будем с вами овладевать. Высота голоса, то есть низкие, высокие звуки. И что хочется сказать, что у каждого человека есть определенный диапазон. То есть я сейчас немножко низко говорю, я немножко повыше могу говорить. То есть этим можно как-то управлять. И французский язык более выразительный. Опять же, послушайте то, что я вам дала посмотреть и послушать. У них разница. Вот прям когда они говорят низкие, высокие звуки, очень большая. В этом уроке еще будут видео. Там вообще большая разница между высокими и низкими. Если вдруг я немножко скрикнула или немножко начала говорить вот так. За этим нужно следить, подмечать и слушать максимально много. То есть если я вам говорю слушать что-то 20 раз, не обязательно, что вы будете слушать это, не отрываясь от компьютера. Как я вам говорила, запишите на диктофон и слушайте, повторяйте, повторяйте, повторяйте. Почему? Потому что в нашем мозге формируется мысль. Если вы первый раз слушаете какую-то речь, и там вы слышите, что какой-то человек с низкого переходит на высокий и так далее, вам впервые может показаться это странным. В принципе, потому что это иностранный язык. И вы посмотрите, если, например, вы слышите, как говорят китайцы, которых мы не понимаем, или, например, как говорят итальянцы, вам кажется, что они говорят очень экспрессивно, они много всего какого-то непонятного творят у себя во рту. Но если вы будете слушать их, представьте, месяц, вам кажется, будет уже нормально, китаец как китаец, китайский как китайский, или там итальянский как итальянский. То есть зачем это упражнение? Это сугубо психологическое такое упражнение, кроме всего прочего, что мы привыкаем с вами к тому, что мы вот эти перепады высоких и низких частот, звуков, слышим с вами, и они для нас становятся нормальными. И если что-то нормально у нас в голове, в принципе, голова уже на пути к тому, чтобы приготовить вообще нас шучевой аппарат к тому, чтобы и мы так начали говорить, чтобы и для нас было нормально с такими перепадами и в таком широком диапазоне разговаривать. Ну и тембр голоса. Очень часто говорят, что он не отрабатывается, но, в принципе, по тембру голоса можем узнать отдельного человека. Вам нужно послушать свой, привыкнуть к нему и, может быть, добавить каких-то ноток, чтобы действительно ваш голос вам был приятен. Дальше. Обязательно нам нужно знать, как устроен наш шучевой аппарат. Тут много всего. Самая наименее страшная фотография, которую я смогла найти. То, что нас интересует здесь, это нижняя челюсть, губы, язык и нёбная занавеска. Нёбная занавеска вот она у нас здесь. И вам нужно сейчас, когда мы смотрим на этот речевой аппарат, на картинку, сказать, да, вот моя челюсть, мои губы, мой язык, покусать его, и нёбная занавеска можно языком провести по ней. Вот это всё мы должны чётко осознавать, где это находится, и мы будем учиться с вами этим управлять и развивать. И давайте посмотрим мышцы лица. Самая главная мышца, которая нам нужна, это вот эта. И как раз-таки она нам помогает губы в трубочку сворачивать. И вы работаете над ним, то есть выполняете движения различные. Сама я вам покажу пару движений совершенно, но видео, которые дополнительные, которые я нашла в Ютьюбе, и специальные люди, которые работают над техникой речи, над актёрским мастерством и артикуляцией, они приготовили большие видео с сотнями упражнений. Я вам дам их, абсолютно все будут полезны нам. Наша задача вот эту часть рта сделать максимально подвижной, то есть это движение губ вперёд. Причём вы должны чувствовать, что напряжение вот это растёт, и каждый раз у вас губы немножко более вперёд выдаются. Потом вы можете делать движение, задействовать ещё мышцу, которая поднимает уголок рта, и вверх поднимать уголки, а потом в трубочку. Записывайте всё это, вам не придётся пересматривать видео, потому что уже вы картинку, я не пытаюсь вас с какими-то терминами, чтобы вы запоминали, как эти мышцы называются и так далее, заваливать, но вы записывайте себе, что вот это упражнение, какое-то другое упражнение, будете делать пока, например, пылесосите. Почему нет? Мы, когда были в университете, мы делали это везде, даже в транспорте. И всё равно, что думали о нас люди. Давайте попробуем. По кругу. Тренируем. В другую сторону. Наша задача, что всё ходило ходунул, и чтобы челюсть не очень шевелилась. Разумеется, набучивались, но не сильно. В основном вот эта часть шевелится. Далее мы тренируем с вами верхнюю губу. Вот у нас мышцы, которые поднимают верхнюю губу. Немножко как делают собаки, когда они злятся. Не очень злая собака получается. Давайте попробуем. Дальше нижняя губа. Можете делать по 20 раз, по 30 раз, в зависимости от того, как они у вас устают. Главное, чтобы было контроль, потому что иногда бывает, что только одна часть поднимается. Пытайтесь. Это нам очень поможет, и это облегчит и ускорит нашу работу со звуками. Дальше, когда вы уже будете делать и вот такой, и вот такой, делайте быстро. Верхняя, нижняя, верхняя, нижняя. Причем, у вас должна быть пауза не просто, а вы делайте небольшую паузу. Вот так. А потом можете на скорость только-только верхней. Или нижней. Нижней у меня не очень быстро получается. Надо быстрее попробовать. Но это все работает. Дальше мы с вами разрабатываем щечные мышцы также. Пока не устанете, тоже настраивайтесь на какое-то число 20, 30, 40 раз. Максимально щелково вытягивайте свое. И вот здесь нам тоже нужно разрабатывать, потому что есть такое понятие, как преддверие РТА. Это все, что вот тут, которое нам очень полезно и нужно именно в французском языке. Чуть позже о нем поговорим. Но делайте вот такое упражнение. Что касается мышц лица, найдите больше упражнений. Главная наша задача, вот эту часть растянуть, сделать ее подвижной и так далее. Дальше язык. Самая приятная фотография языка. Было очень много подробностей. Сама расскажу. Вообще нам не важно, из чего там язык состоит. Органы, части и так далее. Дальше слизистые. Нам важно, что он есть вот такой вот длинный у нас. Это передняя часть, это средняя часть, а это задняя часть. Они нам очень нужны, поскольку они у нас разделяются по функциональности. Если звук образуется здесь, это звезда переднего ряда. Если здесь среднего ряда, если здесь заднего ряда. Причем корень языка вот здесь вот он у нас еще, если опускается, то у нас он помогает образованию носовых звуков. Вообще обычное положение во французском языке, это когда вот прям язык, прям как здесь нарисовано, лежит, только чуть-чуть немножко вот эта средняя часть поднята. И образуется небольшая такая ямка, мы сейчас с вами чуть попозже уже об этом поговорим, которая придает такой вот передний резонатор звуку, светлый, чистый звук получается. Именно за счет того, что здесь все опущено, и здесь у нас уже зубы, и то есть язык касается внизу вот здесь вот зубов, и именно вот это положение очень помогает нам делать естественный французский звук. И еще участвуют у нас края языка, образуется такая небольшая лопатка, вот так вот, в некоторых звуках, например, как э-э-э-э, если видите. Ну посмотрим с вами дальше. И этому тоже нужно научиться. Очень много упражнений для языка. Это и покусывание языка. Сначала переднюю часть, потом среднюю часть, потом дальнюю часть, потом разные движения языка по рту, потом, когда вы вытаскиваете язык, например, остренький язык, или лопата язык, или ковшом язык, то есть вот это все нужно делать, язык у вас будет очень сильно уставать. Делайте эти упражнения, их очень много. Язык нам часто мешает, если вы шепеляете или еще что-то, значит, ваш язык малоподвижен, и значит, с ним надо что-то делать. Кстати, еще на дикцию влияет, какой у вас прикус. Если прикус неправильный, нужно будет уточнить именно индивидуальные моменты какие-то. И еще есть уздечка под языком внизу. Если она очень короткая, тоже нам это мешает. Это надо уже со специалистами узнать. Именно по такой определенной проблеме нужно будет поискать какие-то решения и упражнения. И это будет актуально как для русского, так и для французского. То есть если вы будете делать упражнения какие-то для улучшения дикции на русском языке, она и на французском у вас улучшится. И смотрите, еще один вопрос, где резонирует звук. За этим тоже нужно следить. Пока мы с вами как наблюдатели, но уже вы должны обращать внимание, когда человек произносит какое-то слово или что-то говорит, где у него резонирует звук. В ртовой полости, то есть самый большой объем он берет. В носовой полости или в глотке, фаренксе. То есть это очень важно. И точно так же у нас есть регистры. Когда человек немножко вот здесь говорит, это грудной регистр, головной регистр, это очень высокие звуки. Но в обычной жизни мы смешанные регистры употребляем, то есть когда у нас и головные звуки, и грудные. Зачем нам нужно все это знать, вот то, о чем я говорила? Потому что мы должны с вами овладевать артикуляционной базой. Что такое артикуляционная база? Это особый способ языка использовать органы артикуляционного аппарата при воспроизведении определенных звуков. В разных языках звуки находятся в разном напряжении, двигаются определенным образом. И есть еще определенная направленность звука при формировании речи. И когда мы слышим это, мы сейчас с вами должны, анализируя французский язык, сказать, какой он напряженный, куда направлен звук. Как бы мне, когда я вам говорила, вот послушайте это видео, и если бы вы за место этого человека делали, так же бы вы открывали рот. То есть вы должны на себя это эмпатично так применить, чтобы понять, что вообще во рту человек творится у француза. Потому что нам нужно научиться говорить, как он. И сейчас расскажу вам, какая она артикуляционная база французского языка, и потом мы ее противопоставим артикуляционной базе русского языка. Во-первых, в артикуляционной базе французского языка есть большая напряженность и больший тонус при произнесении звуков. И поэтому я вас просила послушать внимательно все. Дальше. Органы речевого аппарата более активны, и поэтому нам нужно очень много делать гимнастики с вами, заставить наши органы двигаться. Представьте, что человек, который был не спортивен, не бегал никогда, не занимался никаким видом спорта, мы теперь его заставляем каждое утро выходить на пробежку. И да, это так. Французский язык — это как ежедневная пробежка. Движения более четкие, энергичные. То есть, если он больше двигается, наш ленивый человек, это еще ничего не значит, он у нас должен двигаться правильно. То есть, он у нас должен бегать правильно. Не просто бегать как любитель, а бегать как профессионал. Именно поэтому всем нравится этот французский язык, потому что мы удивляемся, как так четко и красиво можно говорить, чисто и звонко. И поэтому эта красота, она кажется нам недостижимой. Мы будем делать с вами это. Речевая цепочка у нас целостна. Это что значит? Это значит то, что когда вы слышите, что кто-то говорит на французском языке, вы не можете вычленить отдельные слова. И у нас есть определенные какие-то моменты ударения и напряжения. Это напряжение и ударение распределены равномерно. То есть, я всегда рисую своим ученикам подобие синусоидов, чтобы они вообще понимали, как это будет. Вам тоже нарисую, но чуть позже. Язык всегда находится в передней части рта. То есть, вот он у меня как лег там вниз под зубами, так и будет всегда лежать, кроме заднего А, про который мы тоже с вами поговорим чуть-чуть совсем. Средняя часть приподнимается, образуя ямку, которая придает светлую окраску звукам, передний резонанс. Все согласные звуки имеют призвук И, и все округлено, и вы это заметили, когда смотрели за клипами. Напишите, пожалуйста, мне ваши комментарии внизу, когда будете отправлять задание. Заметили ли вы это? Именно поэтому я только сейчас делаю это видео. Не в начале я его дала, а только после двух уроков и анализа, чтобы эти моменты вы уже анализировали подготовленными, чтобы вас не удивлялось. Я об этом никогда не думала, чтобы такого не было. Если вы пропустили и не подумали над этим, вы многое потеряли, потому что вот этот анализ, размышления, они помогают нам психологически, и нашему речевому аппарату тоже помогает приготовиться. Бибу. И смотрите, у нас есть с вами определенная разница между русским и французским, и эту разницу нам нужно преодолеть, чтобы говорить более по-французски. Я сейчас вам зачитаю, что тут есть, и мы сейчас по пунктам посмотрим каждый. И нам нужно... Этому всему научиться, чтобы преодолеть вот эти динамические стереотипы. Динамические стереотипы, это значит, когда мы пытаемся что-то назвать, а у нас всё во рту стремится назвать по-русски. И вот эти динамические стереотипы, они проявляются по-разному. Конечно же, самый сложный случай, это когда человек ни один звук не может назвать, потом идёт чуть посложнее слово, потом целое предложение. Иногда бывают люди, одно слово они называют идеально, роза, тяже, бонжо и так далее, прям француз, француз, но когда говорит, слышится, что что-то не то. И мы с вами этими этапами будем продвигаться, чтобы от звука к слову и к фразе. Но ещё и внутри этого есть тоже определённый момент на уровне звуков. У нас есть звуки, которые абсолютно такие же, как, например, в русском языке, есть звуки, которые не похожи, вообще таких нет у нас в русском языке, и есть звуки, которые, ну, более-менее похожи. И казалось бы, что, наверное, самые сложные — это те, которых у нас нет, а это не так, потому что те звуки, которых у нас нет, мучимся, может быть, это занимает время, но у нас не происходит скольжение с правильного на неправильный звук. Тогда как звуки, которые, казалось бы, похожи на наш язык, даются нам сложнее всего, потому что при произнесении этих звуков мы опять скатываемся из-за наших стереотипов на наш родной язык, на котором мы чаще говорили, и произносим какое-то слово с акцентом. Именно поэтому я вам говорю, слушайте как можно больше, тренируйтесь как можно больше, чтобы автоматизировать этот навык. Все работают на носовыми, хотя многие даже «т» не могут правильно произнести, сказать «luté» или, например, «bê-bê», чтобы это было по-французски. То есть «t» и «b» чаще сложнее, чем носовые. По этим звукам в речи проще можно понять, что это иностранец, даже если он носовые звуки произносит хорошо. При условии, что носовые на французском бывают совершенно разные, на юге они отличаются очень сильно от того, какие носовые звуки на севере. Так что по носовым иногда можно подумать, что это не человеком, а какой-то другой национальности, он просто приехал из другого региона. Звуки, которые нам кажутся легкие, могут выдать как раз-таки иностранца. В общем, мы с вами будем тренировать это все до автоматизма, осваивать французскую артикуляцию и владевать транскрипцией. И по пункту мы разбираем с вами 4 степени открытости. Давайте с вами посмотрим, как мы с вами будем работать над степенью открытости рта. Нам нужно, чтобы наш рот открывался сильнее. То есть даже если сейчас я немножко странно говорю, я пытаюсь открывать челюсть сильнее. Для меня это очень сложно, потому что я говорю по-русски. Странно звучит, пытайтесь делать это, потому что это нам пригодится. Еще вы можете вставить себе в карандаш в рот, свое сломал, можете видеть побольше, потолще, продезинфицировав его заведомо. И все, что вы говорите, можете говорить с карандашом. Вставляйте его и можете читать, работать с челюстью, карандаш, пробка, упражнение на расслабление. Можете вставить его подальше, даже лучше будет. Просто вы меня сейчас совсем не поймете. Четыре степени открытости положения челюсти. Когда вы вытаскиваете карандаш, прям мгновенный результат, я говорю, чище. Потому что все другие органы начали компенсировать отсутствие челюсти, чтобы звуки все-таки были понятными и начали работать лучше. Дальше. Вы берете пробку. Я вам говорила, что пробка должна быть именно винной. У меня, к сожалению, только из-под сидра, но я ее так немножко обрезала, чтобы она была потоньше. То, что с толстой пробкой начинать, это прям совсем сложно. Если вы суперспециалисты, то можете с толстой начинать. Но вообще ее нужно вставлять и, опять же, не сильно вставлять. Потому что у вас уже челюсть зафиксирована. И другие органы, опять же, должны работать и компенсировать отсутствие челюсти. Четыре степени открытости положения рта. Работа с челюстью, карандаш, пробка, упражнение на расслабление. Работа с челюстью, карандаш, пробка, упражнение на расслабление. Опять я чувствую разницу после пробки за несколько секунд. И упражнение на расслабление. Вы берете руки, ставите так и расслабляетесь. И вот так будете в разные стороны. И крича, делая какие-то определенные звуки, ваша челюсть должна ходить хоть дном. И после вас должна быть открытость. Достаточно свободная челюсть, ни зажимов никаких не должно быть. Все это будет достаточно сложно, если мы никогда этим не занимались. Но это все достижимо. Посмотрите упражнение, которое я еще дала в видео дополнительно других людей. Челюсть самая важная наша часть работы, потому что в русском языке она у нас мало открывается. Как только вы сделаете несколько упражнений, вы почувствуете качество. И каждый раз вы себя записываете на аудио, вы берете диктофон. И сначала все вообще, любые тексты, любые фразы, вы записываете себя в первый раз то, какой вы есть. То есть не работая до начала работы. Далее вы выполняете упражнение с карандашом, с пробкой. И записываете тот же самый текст уже после своих упражнений. Вы должны увидеть, что что-то изменилось. Я надеюсь, что что-то изменилось, потому что вам тоже будет приятно. Да, я не замечал, что у меня была такая зажатость, я не замечал, что я так шепелявил, я не замечал еще чего-то. То есть это все будет полезно. Диктофон — это штука, которая вам постоянно нужна. Это то, что вам будет помогать. Вы даже все свои аудио записываете и название, какая дата там стоит, какое упражнение выполняла и так далее. Потому что потом вы через неделю, через две, через три можете возвращаться и прослеживать свой прогресс. Это полезно психологически. И не важно, что сначала не получается. Не удаляйте ни в коем случае, а то вы забудете, как вы плохо говорили, потом скажете, вроде не двигаюсь никуда. А если у вас будет доказательство того, что вы раньше говорили иначе, уже будет совершенно иначе восприниматься ваша работа. Идем дальше. Много гласных переднего ряда. Есть тоже упражнение. И в передний ряд, это я вам когда язык показывала, то здесь можно сделать как упражнение шарик. Это вы большой шарик, у вас тут прям много воздуха внутри. Вы давите себя на бока и делаете вот так. Ваша задача, вот это вот преддверие рта, там образовать небольшую воздушную подушку. Например, даже вот сюда в губу у меня идет воздух. Почему? Потому что когда я говорю, очень часто именно там образуются самые вот наши французские звуки. Давай сейчас назову вам несколько слов, фраз на французском с этими звуками. Например, это все тут. Вам пока не нужно работать с фразами, вам нужно понять на физическом уровне, где эта подушечка, и чаще делать это упражнение. И дальше вы можете опять же, как мы делали с вами упражнение для губ, разными способами расширять вот это преддверие рта. И можно, например, надуться, и вот так кулак держать, тоже вот это все расширяется. Потом вы можете опускать челюсть с открытым ртом. Много-много раз, не то, что вы сделали, секундочку, а прям много раз, и тогда у вас будет все получаться. Чем вообще здесь будет все более гибким, тем более красиво у вас будут французские звуки. Дальше. Много открытых гласных. Но открытые гласные, например, как роза или экаля. Но я вам пока не буду это объяснять, потому что больше вы будете слушать, больше вы будете выполнять упражнений. Мы сами к этому быстрее придем, нежели я сейчас буду вам выбывать эту голову, потому что лично я не могла понять это долго на техническом уровне, как выполнять. И очень сильно расстраивалась. Мне кажется, если бы я не обращала на это внимание, занималась другими вещами, которые постепенно бы меня привели к открытым-закрытым гласным, было бы все проще. И поэтому с вами мы сейчас не будем их обсуждать. Следующее. На конце слов согласные не оглушаются. Тут упражнение по-русски мы с вами будем работать. Что значит не оглушается? Ну, вот смотрите. Я читаю стихотворение Пастернака, отрывочек небольшой, а не Ахматовой. Таким я вижу облик, ваш взгляд. Он мне внушен не тем столбом из соли, Которым вы пять лет тому назад Испуг оглядки к рифме прикололи. Ибьян. Смотрите, то есть я выделила облик, взгляд. То есть там Д, а я произношу Т. Испуг. Не испуг, а испуг. Если бы я была французом и читала бы этот стих, то я бы прочитала. Таким я вижу облик ваш и взгляд. Назад. Испуг. И что я вам рекомендую? Берёте какое-то стихотворение, которое вам нравится. И первое упражнение, чтобы как раз-таки вот этот момент оттренировать, вы читаете и ничего там не оглушаете. Это раз. Второе. Вы можете вообще обращать на конец слова внимание. Потому что часто в русском языке он редуцируется, он съедается. А мы этого в французском делать не можем, потому что наоборот, на конец слова там ещё больше внимания. То есть, если бы я сейчас обращала внимание на то, как я произношу конец слова, моя речь была бы именно такой. Вы можете, опять же, вставать утром, вставать утром и медленно с собой говорить, пока вас никто не слышит. И называть, например, все моменты, движения, которые вы совершаете. И главной задачей будет обращать на конец каждого слова. То есть, это немножко странно, но вы привыкнете к тому, что конец слова в французском языке очень важен. У меня даже появился небольшой акцент, когда я начала так говорить. И мы сейчас с вами этот акцент ещё больше усилим. Давайте перейдём на следующую страницу. На конце всех согласных проявляется «э». Не знаю, слышали ли вы об этом или нет. Если не слышали, я очень рада. Очень много моментов, которые вы здесь видите, я вдохновилась учебниками, которые я проходила в университете сама. Например, Алла Нестеровна Рапанович. Тут очень много из её моментов будет, каких-то деталей, которые я адаптировала, взяла свои фразы, но идеи впервые я пришла там. И ещё был учебник «Le français tel qu'on parle». Это учебник, который был написан студентами-выпускниками МГЛУ. И смотрите, что тут главное. После любой конечной согласной, которую вы произносите, вы должны добавлять «э». И я опять же взяла стихотворение Пастернака. И я написала эту «э». Конечно же, когда они говорят, оно не так очевидно, но есть. То есть мы говорим «таким» и у нас как артикуляция «таким». Француз произносит «таким, таким, таким, таким. Я вижу облик, 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 и ваш взгляд, он мне внушён не тем столбом из соли». Я думаю, что если вы слышали французов, они так и говорят. И даже вот здесь я после гласной добавил её, потому что здесь небольшая пауза. И в эту паузу француз даже добавляет «э». Потому что он так бы именно сделал, потому что это сложно. Смотрите, то есть я чётко произношу, ещё там добавляю «э». Всё, разумеется, будет округлено, потому что это «э», оно округлено. Получается, «таким я вижу облик вашего взгляда. Оно мне внушён не тем столбом из соли, которым вы пять лет назад испугали оглядки и кривыми прикололей». Валя, немножко изобразила, но вы понимаете вообще эту тенденцию. Я надеюсь, что вы слышали тех французов, которые говорят по-русски, и вот это вот там есть. Тренируйтесь, любое стихотворение возьмите, любой текст, можете на этом тренироваться, и ваша артикуляция должна смениться. Мы с вами видели в видео, что они все говорят именно вот таким движением вперёд. И это за счёт «таким я вижу всё туда». Дальше много округлённых гласных «всё туда же». Округляем рот, всё произносим вот так, как будто бы… Но главное, что не должно быть напряжения, оно просто «таким я вижу облик». То есть вот это всё. Попытайтесь произнести это стихотворение, чтобы губы часто выходили вперёд. Но ваша артикуляция должна быть логичной. То есть если у вас, например, слово «облик», это «и», и нельзя округлить «облик» сказать. Это уже будет не «облик». Тут будет «облик», «обликю», то есть много округлённых гласных, но они не все округлены. Любое движение, которое вы делаете, должно быть полезно звуку. Какой французский звук? Он чёткий, красивый, передний и ещё округлённый часто, но не всегда. Работаем. А позиция долгих и кратких согласных. Это вообще история про ударение. Ударения во французском языке как таковых нет. Идёт речь о удлинении. И удлинения у нас идут не в конце слова, как принято говорить, а в конце ритмических единиц. Вот логика там небольшая заканчивается, значит, мы можем сделать паузу и там удлинить в конце неё. И ещё есть дополнительные ударения, мы с вами тоже об этом поговорим. И тут я выделила слова, звуки, которые у нас стоят в ударении в русском языке. Если это в ударении в русском языке, мы сейчас с вами должны немножко будем их длиннее произнести. Это тоже добавит нам ещё большего французского акцента. Смотрите, сейчас я прочитаю это створение. Тут я перепутала ударение на О. Там, где у нас ударение, мы должны немножко длиннее произнести. Таким я вижу облик ваш и взгляды. То есть мы должны тянуть. Ударения во французском, как в русском, нет. И ударения не всегда у нас стоят, а только в ритмических группах. Поэтому этому нужно учиться. Ваша задача — тренироваться на русском. То есть, когда вы встаёте утром или когда у вас есть время, вы начинаете мало того, что говорить, обращая внимание на конец слов, вы ещё и удлиняете те слоги, где у вас ударение в слове. То есть вы встаёте с кровати, вы берёте тапочки, вы надеваете тапочки и идёте в ванную. В ванной вы берёте зубную щётку, то есть вы растягиваете тот слог, где у вас ударение. Всё, в этом упражнении. Научитесь это делать, у вас будет менее рубленная речь на французском языке, потому что очень большая проблема, что у нас говорят рубленом. Вот слышишь русского человека, он говорит по-французски, именно деля всё, вот это значит не отработан вот этот аспект. Дальше. Согласные более чёткие в моментах паузы, не редуцируется, не оглушается ничего, как у нас в русском, ничего не съедается. И смотрите, вот несколько моментов, которые я вскользь затронул, потому что мы с вами будем работать более чётко с ними дальше. Нет дифтонгов, органы речи не скользят. Отсутствует редукция гласных безударной позиции. Отсутствует деление на отдельные слова слитность речевой цепочки. Специфическое ритм ударения. Это всё четыре пункта мы можем с вами поделить и отработать в моментах, когда мы делаем транскрипцию и делим всё на слоги. Ну вот у нас, например, было слово «кя-е». Вот во французском языке, если есть звук «а», он не будет никуда скальзывать, съедаться, не будет превращаться в какой-то другой звук. У них деление на отдельные слова, видите, нет, слитность речевой цепочки. Например, «я иду в школу» во французском будет звучать как одно слово. И причём, если мы будем это с вами транскребировать, это будет пять слогов. И все они будут с одинаковым ритмом, с одинаковой напряжённостью приноситься. Всё очень чётко. И так именно строится вся речевая цепочка. И всегда в конце ещё немножко вытягивать. Вот так. И мы будем с вами сегодня учиться. Нам поможет транскрипция, чтобы мы действительно всё очень чётко с вами делили. И на сегодня всё. Сначала обдумать эти моменты, выполнять упражнения, смотреть видео, которое я вам дала, и продолжим работу дальше. Au revoir! Субтитры подогнал «Симон»